В каких руках должно быть оружие? В руках правильного человека, который понимает, что необходимо делать с этим оружием. Причем оружие может быть абсолютно разное. Может быть это охотничье ружье, может быть травматическое оружие, может быть газовый пистолет. Куда мы приехали? Мы приехали в клуб «Славяне», который располагается здесь. Здесь я снимал неоднократно и показывал вам это дело. Зайдите в интернет, посмотрите. В свое время еще Виктор Георгиевич Аникушин здесь ходил и стрелял. И его сотоварищи, они сюда приходили и стреляли. Прямо здесь мы это дело снимали к вам еще в 2002 году. Валера Гемервер тоже стрелял, я его сфотографировал, это было красиво. Он умел стрелять, потому что все операторы, они как правило могут стрелять, потому что, представляете, камеру нести. А камера, как правило, весит килограмм так 20. Некоторые, вот эта, которая на моей супруге, она весит примерно 9 килограмм. То есть она тоже умеет стрелять. То есть мы могли бы это сделать. То есть мы пришли сюда по одной простой причине. То есть люди сейчас начинают понимать, что это хорошо, когда у вас есть оружие. Но пункт номер один, к вам никто не залезет. Пункт номер два, вы сами никому ничего не дадите, по сути. Потому что я не понимаю, человек, который к вам полезет. Может, с головой у него сложно. Мы пришли сюда и здесь получили образование и получили данные, по которым мы можем также взять оружие себе в том числе. Итак, вы хотели слова. А у вас будет слово, смешанное с делом. Я получил свои права за два дня до моего совершеннолетия. То есть я сдал все экзамены 19 мая 1991 года. Это было круто. Шесть месяцев мы учились на права. Шесть! Знаете где? Туда дойти еще надо было. Школа ДОСАВ. Это не у вас под боком. Я туда, в принципе, в 1988 году ходил. Целый год. Я хотел быть пилотом. Но, к сожалению, после прохождения практики, меня врач ихний не допустил до полетов. А не хватало всего трех сантиметров роста и трех килограмм. И вот поэтому я работаю на ТВ. Но на права я сдал легко. За полгода обучения. Да, я засыпал за рулем. Но нигде я не был виноват. Нигде. Теперь про то, что я вам объясню. Я решил купить оружие. Ну, все-таки я был отличником и имею навыки. И это было в школе. То бишь в то время лишь двое из нашей школы получили меткого стрелка. Так вот, я был один из них. А стреляли мы в тире не по-детски. Полторы тысячи патронов шлепнули. Вот так хотелось. Но не получилось. И вот об этом мы и говорим. Да, есть у нас оружие. Но поверьте, что бы вы его получили, по моим сведениям, лучше быть круче, чем я. Ну, что бы вы поняли. Я в точном соответствии такой же, как и все. И мне не надо говорить, что во мне полпяди во лбу. Да, я вызубрил правила. Но затем я ложанулся. И все это под зорким оком управления внутренних дел. И вот ничего не буду говорить, но не каждый способен у нас получить разрешение. Не каждый. Государством для получения огнестрельного оружия ограниченного поражения человека предусмотрен четырехчасовой курс безопасного обращения с оружием, который заканчивается сдачей экзаменов. Но так как весь курс направлен только на безопасное обращение с оружием, а с длинноствольным, короткоствольным, то мы немножко пошли дальше. У нас есть курс, называется он «Ведение рукопашного боя с травматическим оружием», который непосредственно уже предусматривает изучение тактики применения оружия, а более углубленное изучение законов, в общем-то, как я считаю, решают две главные задачи. Первое, как применить оружие более эффективно, чтобы действительно оно имело останавливающий эффект. И второе, как после этого не сесть в тюрьму, чтобы не травмировать человека настолько, насколько можно превысить необходимую оборону. Больше необходимым для человека, который действительно по-настоящему хочет научиться владеть травматическим оружием. Мы же все понимаем, что человек, который купил себе модные перчатки, там, Эверласт, принес их себе домой, он еще не стал хорошим боксером. Зато почему-то все абсолютно четко уверены, что как только он пошел в магазин и купил травматический пистолет, это гарантирует ему защиту. То есть это, безусловно, не так. Какую-то безопасность обращения с оружием на коротких курсах, предусмотренных законом, конечно, мы даем. Но чтобы научить грамотно человека работать травматическим оружием, четырех часов недостаточно. Для этого действительно нужны занятия не столько в стрелковом тире, сколько нужны занятия в спортзале. Действительно, человек должен понимать, что такое контакт, что такое близкий контакт. Он должен понимать, а как быстро, ну, надо сказать, молниеносно извлекать оружие из кобуры, и как точно стрелять на коротких дистанциях. На дистанциях, когда человек находится в зоне досягаемости удара. То есть когда он может действительно оглушить удар, он может резко сократить дистанцию, он может блокировать человека с оружием. Вот как в таких ситуациях действовать, ну, это отдельные навыки. То есть дело касается тактики работы с оружием. То, чем занимается Российская Федерация в области контроля за оружием, не может не радовать. Чтобы получить оноя, нужен грамотный результат. И поэтому у нас нулевые обращения с оружием у людей, становящихся членами общества охотников или владельцами оноя. И мы работаем и делаем все так, чтобы никто, кроме людей правильных, людей вежливых, по сути, оружие не смог получить. Это где-то на западе, Крендель по правам может это сделать. Здесь нет. Внимание ОВД, внимание при получении оружия, дает вам право понять, что если перед вами человек с кобурой или с оружием в переносной сумке, то этот человек знает необходимость обороны. И реально лучше к такому не приставать. Вы помните, как вежливые люди помогли провести грамотный референдум в Крыму? И Крым стал нашим. Так больше уважения к вежливым людям то... В кадре нету? Где все это находится? Галиулина 24А. Стрелковый клуб... Где все это находится? Галиулина 24А. Стрелковый тир славяне. Это же то же самое, что и Белая ладья. Шахматный клуб. На одно и то же место. То есть тир, получается, сниже находится. То есть здесь вы получаете все ваши необходимые данные. И берете себе то, что хотите. Блин, солнышко. Ну ладно, еще разочек. Так вот, где это все находится? Галиулина 24А. Место правильное. Потому что это самая длинная улица с односторонним движением. Вот оттуда она начинается. И в районе орбиты она заканчивается. Вы поймете, других вариантов нет. То есть заезд может быть как с Бориса Ручьева, так и сверху. Вот этот замечательный тир, славяне. Здесь вы получаете данные. И получаете результат. По которому вы можете легко и просто купить себе оружие. А затем уже, причем разность может быть оружие. Может быть это гладкоствольное оружие. Можете себе нарезное взять. В смысле не нарезное, нарезное через 5 лет, естественно, если получится. А травматическое оружие. Или газовое. Потому что все мне говорят, россияне с оружием не могут обращаться. А мы сделаем по-другому. Россия не могут обращаться. Только надо понимать, кому вы даете это оружие.